Хочешь, чтобы твой спектакль считали современным, одень Гамлета в джинсы и футболку. Этому режиссерскому рецепту почти полвека, но истинные инновации не в одежде, они в поисках новых смыслов. Лев Додин сумел найти в Гамлете неромантического гуманиста, который в одиночку борется с несправедливостью, а мстителя. Такой образ явно ближе нашим современникам, чем рефлексирующий шекспировский принц. Чем дальше ты от него отходишь, и чем ты наглее в этом смысле, и раскрепощеннее, и свободнее, и честнее по отношению к тому, что ты делаешь с этим произведением, тем, как мне кажется, больше уважения и серьеза к этому тексту и всем этим вопросам. Возможно, поэтому знаменитые гамлетовские монологии Данила Козловский произносит иронической скороговоркой. Зачем повторять хрестоматийное «быть или не быть», когда жизнь требует другого «бить или не бить»? И как сделать так, чтобы удар получился больнее? Идея мести превращает гамлета в одержимого убийцу, который преследует и практическую цель – вернуть себе датскую корону. Еще 20 лет назад такого героя публика вряд ли приняла бы. Каждое время как-то отвечает на вопрос, кто сегодня гамлет, что сегодня гамлет. Поэтому все гамлеты разные. Вопросы не волевой интерпретации, как часто думают, а просто потому, что сегодня это так слышно, так звучит. Даже самого Шекспира Левдодин считает лишь одним из пересказчиков этой древней саги и не боится наделять героев новыми чертами характера. Самый непредсказуемый персонаж – это Гертруда. Она причастна к отравлению своего первого супруга и больше всех на свете ненавидит сына, который пытается разрушить построенное на крови счастье. Оставь вас, Гей! Гей! Без счастья! Господи, мать! С кем говоришь ты, гамлет? Отношения Гертруда и Клавдия режиссер вытаскивает из тайных ольковов прямо на аванс-сцену. И эти обнаженные человеческие страсти сразу вызывают сочувствие у зрителя. Художник Александр Боровский хорошо поработал с символами. Красная обувь на ногах убийц напоминает о том, что они связаны не только страстью, но и преступлением. Вообще Гертруда, похоже, самый брутальный персонаж этого спектакля. Если бы Гертруда занималась, как сказать, политикой, то она бы мир погубила. И, собственно, об этом и у нас в спектакле речи идет, потому что там есть замечательная фраза «Насилие всегда ведет к насильственным концам». Вот это оно и есть. Все, что начинается с насилия, оно к насилию приводит. Вся площадь сцены – это фактически склеп, куда один за другим попадают герои этой трагедии. Как ни странно, в спектакле нет Лаэрта. И, естественно, здесь нет и привычной финальной дуэли, которую ждет зритель. А вот Офелия все та же. Единственный чистый образ в мрачном Альсиноре. Ощущение бездны под ногами только увеличивается. И она вроде пытается Гамлета из этой бездны вытащить, но на самом деле уже отбратного пути нет. Мы встречаем и Гамлета, и Офелию уже в той точке невозврата, когда их любовь перестает быть чистой, настоящей, трепетной. В тот момент, когда уже его слишком глубоко заволокло в эту бездну. К концу спектакля почти все участники драмы отправляются в могилу. Причем именно Клавдий поступком отвечает на гамлетовский вопрос, добровольно выпивая яд. А победивший Гамлет превращается в самодовольного властителя. По историческим законам трагедия превратилась в фарс. Благодаря языку пластики мы узнаем в короле Шута, возможно, даже того самого бедного Юрика. Круг замкнулся. Дмитрий Исковский, Юрий Мороз, Николай Шведов. Вести. Петербург.